И всем привет! Почти после каждых соревнований выходит видео о самых красивых и лучших купальниках старта. И чемпионат мира не мог стать исключением, но я подумала, что уже надоело смотреть на одни и те же купальники, которые в течение года слегка меняются и остаются в топе. Поэтому я подобрала самые интересные и необычные купальники с чемпионата мира в Баку, которые вы наверняка не видели, либо на которые я бы обратила особое внимание. Они точно привлекут ваш взгляд. Так что обязательно пишите в комментариях, какие купальники вам понравились больше всего из моего топа и кого бы вы еще хотели сюда включить. И не забывайте подписаться на канал, скоро будет конкурс, так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Первый купальник моего топа гимнастки из Китая Джао Я Тинг. Купальник очень напоминает дракончика, я думаю многие понимают, что я имею ввиду китайского дракончика, которого запускают в небо и ленту в упражнении будто его продолжение. Форма и крой точно очень необычная. Роза обитого из Казахстана выступает в упражнении с лентой в очень красивом розовом купальнике, который покрывает все ее тело цветочками. Много блеска и небольшое разнообразие цветом смотрится утонченно и ее длинные ножки без юбочки смотрятся шикарно. Купальник, который не мог не оказаться в этом топе, купальник Саламе Пажава из Грузии под упражнение с булавами. В целом у Саламе уже традиция в упражнении с булавами удивлять. Так и здесь без этого не обошлось, очень необычный купальник с первого взгляда, даже не сразу понятно, что это купальник. Еще один купальник гимнастки из Грузии, на этот раз Нателлы Балатаевой. Интересный черно-золотой с геометрическими узорами, напоминающими что-то царское и богатое. Нателла выступает с синим мечом, на купальнике также присутствуют синие вставки, что делает купальник еще более необычным. Эстонская гимнастка Аделина Белоджаджаева выступает в упражнении с обручем и очень необычном купальнике. Во-первых, очень красивый бордовый цвет, а во-вторых, его крой и фасон действительно привлекают внимание и выделяют на фоне остальных. В этом году с чемпионатом мира нет красивой близкой съемки, поэтому довольно трудно рассмотреть узор, но мне спереди напоминает лошадку в профиль. Пишите в комментариях, что вам напоминает этот узор. Следующий необычный купальник, во-первых, выбором цвета. Красный, желтый, оранжевый напоминает цвета карнавала. Гимнастка Лилица Бургер из ЮАР выполняет в нем упражнения с лентой. Довольно заводное и юбочка слегка двигается вместе с ней. Сборная Украины диктует свою моду и вот она уже становится востребованной. Комбинезон черный, но не гимнастки из Украины, а гимнастки из Норвегии Анны Стояновой. Необычный ворот и вырост на груди смотрится оригинально и скромно, в хорошем смысле слова. Еще один купальник связанный с геометрией, но на этот раз необычный он в том числе и с самой гимнасткой. А именно гимнастка из Каба Верде Марсия Алвес Лопес. Не думаю, что этот купальник очень дорогой, особенно по сравнению с другими гимнастками. Но от этого он смотрится ничуть не хуже, именно поэтому я захотела, чтобы он был в этом топе. И вы увидели, что можно и без огромных финансовых вложений шить интересные купальники. Гимнастка из Греции Елена Келойдити неожиданно в этом году ворвалась в элиту мировой художественной гимнастики. Не могу не отметить ее интересный купальник с разноцветными рукавами. Простой, строгий, но с изюминкой. Ну а закончить хотелось на купальнике Екатерины Селезневой. Чтобы вы понимали, что я читаю ваши комментарии. И наверное под всеми последними видео мне по несколько десятков человек пишут о том, что я забыла про Катю. Ни в коем случае не забыла. Она прекрасная, как ее серый купальник под обруч. Необычный крой, красивое вкрапление красного цвета, да и в целом смотрится достойно такой гимнастки. Ну что, жду ваши варианты красивых купальников в комментариях по вашему мнению. И помните, что я вас всех очень сильно люблю и мы увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok